Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого видео в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. В детстве я был отчаянным меломаном, а в конце 80-х, скажу я вам, было гораздо сложнее быть меломаном, чем сейчас, когда в каждом утюге есть встроенный mp3-плеер. Моя мама работала на радио, у неё был магнитофон-романтика, вот такой большой гроб, и на него она записывала свои интервью, и у неё было три кассеты. И вот на одной кассете она выделила мне половину одной стороны, и я на этот кусочек кассеты записал с телевизора три песни. Кадиллак и Иронима группы Modern Talking, Билли Джин Майкла Джексона и песню-пародию Александра Градского на западного певца из телепрограммы «Весёлые ребята». И вот с этих трёх песен и началось моё меломанство. Сначала я был то, что называется попсюк, но стоило мне один раз услышать группу «Аквариум», я стал завзятым рок-н-ролльщиком. Я просто как пылесос вытаскивал песчинки информации о музыке везде, где только можно. Но, к счастью, это было время, когда рок-н стали писать в газетах, и группы стали показывать по телевизору. Мои одноклассники к этому увлечению относились довольно равнодушно, но, по крайней мере, не мешали. А учителя, как я теперь понимаю, они мне сочувствовали. Скажем, трудовик время от времени приносил мне вырезанные из учительской газеты подборки стихов Башлачёва и песен группы «Чаев». А учительница музыки, которую я всё время донимал своим рок-н-ролльным снобизмом, она однажды разозлилась и предложила мне самому провести урок музыки. Я рассказывал о группе «Битлз», и мы слушали песни «Битлов». И мне кажется, что никому, кроме учительницы, не понравилось. Но кульминацией моего школьного меломанства стала дискотека, первая и последняя, которую я провёл в школе. Это был мой девятый класс по нормальному летоисчислению восьмой. Дискотеками заведовал трудовик, и он предложил мне как-то удивить мир своими музыкальными вкусами. Ну, я и удивил. О том, что следующую дискотеку в школе веду я, было объявлено за две недели. Вообще, обычно дискотеку вёл парень из одиннадцатого класса. Он ставил «Ласковый май» и что-то такое вполне форматное. Там вполне могла, скажем, София Ротару появиться. Я понимал, что ни «Битлы», ни группа «Европа», ни «Металлика» в нашей школе не прокатят. Слава богу, на этом у меня соображения хватало. Я упросил маму дать мне студийный магнитофон «Бобинник». Это такой огромный ящик размером с холодильник, который я притаранил в школу на деревянных санках. А записи собирал с миру по нитке, где смог что найти. Я очень долго, тщательно составлял плейлист. И как сейчас я понимаю, что это был довольно достойный плейлист. Хотя и такой весьма эклектичный. То есть там были «Пэтшоп Бойс», там был, скажем, «Алан Парсон Проджект», альбом «Аммони Авеню», «Сабрина». Ну, такая нестыдная попса. Но и у меня был сюрприз, который должен был стать кульминацией дискотеки. Самое забавное, что трудовик, он совершенно из добрых побуждений повесил рядом с расписанием лист Ватмана, на котором все желающие могли написать, что они думают о моей дискотеке. Хотел получить обратную связь. В общем, дискотека началась. И я даже не сразу понял, что все идет не так. То есть, ну, участникам не понравилась моя музыка. То есть народ как бы танцевал, но танцевал как-то с недоумением и даже немножко угрожающим. А уже после третьей песни на сцену начали подниматься старшие девочки и просить меня поставить что-нибудь нормальное. Я начал нервничать и начал на ходу перестраивать свой плейлист, выбирая какие-то более попсовые композиции. И очень скоро половина зала вяло танцевала, а половина стояла у стены и мрачно так смотрела на меня. На сцене нас было трое. У меня было два помощника. Один стоял и тупо глядя в зал хлопал в ладоши. Второй помогал мне менять бобины. И вот в какой-то момент он забыл про включенный микрофон. И он мне передает бобину и говорит, блядь, держи вот эту вот. И в зале становится тихо. На сцену поднимается учительница английского. Молча берет его за ухо и утаскивает его куда-то во тьму. И там, я не знаю, видимо она его съедает, потому что больше я его не видел. Второй мой помощник, он также стоял, пялился в зал и хлопал в ладоши, как заводной заяц. И тогда я выложил свой последний козырь. Я объявил призовой танец. Рок-н-ролл. Призом была такая маленькая пластмассовая желтая уточка. Я сейчас понимаю, насколько там было абсурдно вообще все. Я включил группу секрет, песню Майка Науменко, русскую версию Rock Around the Clock. Я посмотрел на часы, было 8.01. Тацевали вместе с нами, тацевала луна. И посередине зала тут же образовалось пустое место. Все кинулись к стенам. Играет музыка. Все стоят возле стен, смотрят на меня. И на это пустое место вдруг выходит одна девочка из 11 класса. Потом выходит вторая. Потом выходит третья. И выходит парень. Вот тот самый 11-классник, который обычно вел дискотеку. Мне кажется, что он вышел из солидарности со мной. А может быть ему просто захотелось танцевать рок-н-ролл сразу с тремя девушками. И вот песня играет. И вот 4 человека, 3 девушки и один парень. Они танцуют 2 или 3 минуты посреди пустого зала. Потом песня закончилась. И я объявил победителя. И это меня до сих пор мучает. Я отдал приз этому парню. Почему? Потому что я знал, как его зовут. А как зовут девчонок я не знал. И надо было вызвать на сцену там и так далее, и так далее. Ну и вообще, на самом деле, девчонки в нашей школе, они считались как бы привилегированным классом. Они всегда учились лучше. А парни всегда были людьми второго сорта. То есть, это была награда не за танец, а за смелость. Так я это для себя понимал. То есть, это был, я думаю, что это был самый странный случай сексизма при распределении призов на школьной дискотеке. Ну и на этом дискотека закончилась. Лист с отзывами посетителей Трудовик потихоньку снял. И не стал мне показывать, за что я ему очень благодарен. Потому что я думаю, что там было много интересного про меня написано. Какое-то время школа обсуждала мою позорную дискотеку. Потом общественная память вытеснила это воспоминание на периферию. Странно, но я помню, как я шел в этот вечер домой после этой дискотеки. Тащил эти санки с магнитофоном. И я понимал, что вот прямо сейчас вся Сямжа обсуждает мой позор. Но при этом у меня на душе было очень тепло. Я вспоминал вот этих вот четверых, которые танцевали рок-н-ролл посреди пустого зала. И мне казалось, что все-таки все это было не зря. Вот здесь сейчас должна быть какая-то мораль, какой-то жизненный урок. Но мне хочется, чтобы вы сформулировали этот урок или вывод. Чтобы вы сформулировали его для себя сами. Надеюсь, это видео было интересно и полезно. Я Александр Молчанов. С вами все в порядке. Удачи!